Эй, ты кто такой? Скажи мне, а что с тобой не так? Эй, ты кто такой? Скажи ты мне, а что с тобой не так? Это что же происходит? Не пойму, я здесь прошло. Это просто Ла-2-М и мне уже всё равно. Ну забудь про меня. Нет, не забывай про меня. С тобой твой друг, дядюшка Роза Игроман, любитель видеоигр онлайн ММО РПГ. О чём я хочу поговорить? О том, что я остыл от игры совсем навсегда, наверное. Не хочу в неё играть и такое. Но гайды буду писать, пока будет какой-то интерес. Пока вы лайки ставите, комменты пишите, я буду писать видосчики. Вот так вот. Потому что никто не хочет приходить, дядя, на обзоры. Да, вот эти вонючие РМТ-шные свинофермы не понимают, насколько важно пилить обзоры на разных персонажей и рассказывать, какая это игра крутая. Потому что реклама от обычных, она привлекает больше людей. И вы сами понимаете, это те же алмазы. Так, вступлением всё. Теперь переходим к самому гайду. Это чисто гайд для работяг, чтобы пойметь плюшки. Потому что каждого этого ивента можно пойметь 100к орденов. Вот просто 300к орденов. Ну там в зависимости, побеждаете. Смотря какой раунд там попадаете от позиции. Ну в целом, всё равно какие-то ордена вы получаете в любом случае. В некрополе вы получаете всегда 100 тысяч орденов. Не важно вы прошли, не прошли. Главное отыграть 2 раунда. Так, давайте начнём с самого некрополя. Некрополя, к сожалению, фрагментов не будет. В целом, вам нужно в некрополе выжить первый раунд. Второй раунд там уже отстоять, как получится. В третий попасть не важно. Главное выжить в первом раунде и набрать 100 очков. Что такое некрополь? Это типа королевской битвы. Выживает сильнейший. Он состоит из трёх раундов. Каждый раунд вроде бы по 5 минут. Два раунда вам надо набрать там очков каких-то там. Или убивая кого-то. Или фармим мы мобов. Да, именно на окончание таймера нам нужно быть со 100 очками. И тогда мы переходим в следующий раунд. Третий раунд. Там уже кто какое место займёт. Там в зависимости от позиции. Ну, в целом, игроки из 350 дефа туда ходят. Там лутают соответственные этемы. Такая, как свиток скрытой силы. Бомба, неуязвимость и свиток отталкивания, который нужен для того, чтобы ещё больше свитков залутать. Если, к примеру, вы лутаете свитки, вам только свитки отталкивания попадаются. Это тоже хорошо. Потому что вы можете, там, сундучки появляются, боссы, всякие сталактиты, которые нужно убивать. И с них выпадают свиток скрытой силы. Вас приравнивают там к какому-то забущенному работяге 450 дефа. То бишь, есть шансы у работяг 200 дефа, но такое. Надежды я бы вам не давал. Некрополь. Самое главное это дожить до второго раунда. Третий попадёте, не попадёте. То вам дадут за второй раунд тоже сундук. Хоть вы там не пройдёте или пройдёте, неважно. И в целом два сундука с первого и второго раунда. Это 100 кардинов. Там, ну ещё там что. Лучный кристалл вроде бы даётся. И свиток с свиталочкой тоже очень неплохо. Переходим. Горные зоны конфликта. Это, наверное, самый мой такой, ну я бы не сказал бы, что любимый ивент. Потому что ты там не решаешь, ты там не участвуешь. Твоя задача это получить какую-то выгоду с данного ивента. И это также ордена. Это итемы для создания свитков в оружие, в броню, в которой мы создаём скиллы. Требуется итем, соответственно. И как раз с горной конфликтом мы добываем этот итемчик. Там за победу вроде бы 30 таких итемов. Ну и за поражение, соответственно, наполовину меньше. Также там карты на Агатионы. Если в Некрополе мы попадаем в третий раунд, мы занимаем соответствующее место. И нам дают карты на класс, то в горной зоне конфликта нам дают карты на Агатиона. И это 100%. Как проходить горную зону конфликта? Очень просто. Если мы выбегаем через центральные ворота, там получается 3 направления вроде бы. Ну бегите за толпой, не ошибётесь. На центр. Там на центре респятся 3 босса. Бегите за своими, потому что из-за топов перебущенных ивент проходит где-то полторы минуты. Вы, если там бьёте мобов, вы можете иногда не успевать убить мобов. Если первую волну мобов снесли, вы там не успели 10 очков набить. И да, самое главное, чтобы получить награду, вам нужно проходных 10 очков заработать. И как раз вот центр вам в этом поможет. Ну, по крайней мере мне помогает. Думаю, и вам тоже поможет. Также, ну как бы, можно очки заработать эти на мобах. Но не всегда получаются. На центре у меня, ну, ещё ни разу не было такого, что не получалось заработать эти 10 очков. Получить карты Агатиона. Соответственно, кусочки на создание. То бишь, мы бежим на центр и бьём с нашей толпой босса. И нам дают за это очки. Там параллельно, может быть, какие-то пвп тоже пытаемся помочь. Потому что за убийство других игроков дают очки. И давайте ещё раз запоминаем. Горная зона конфликта. Бежим на центр. Бить босса. На первого босса я не успеваю. Не знаю почему. Как я не респьюсь. Также занимаемое место в рейтинге даёт больше карт. На Агатионы. На данном ивенте. Гайд для работяг. Чтобы получить какую-то выгоду с данных ивентов. С вами, как всегда, дядюшка Розе. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Пиши свои комментарии. Ждём новые проекты. То посмотрим, что будет. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok